Министр иностранных дел Ерлан Идрисов не частый гость в парламенте. Зато каждый вот такой доклад – это длинные беседы на высоком идейно-политическом уровне о ринаме и имидже Казахстана. Сегодня Ерлан Идрисов призывает сенаторов на уровне нацпроекта продвигать кандидатуру Казахстана на членство, пусть и не постоянное, в совбезе ООН. Это позволит, по словам министра, укрепить имидж Казахстана как фактора стабильности и безопасности на евразийском пространстве. Конец цитаты. Такой внешнеполитический нацпроект действующие сенаторы поддержат как один, можно не сомневаться. Собственное мнение – это прерогатива в лучшем случае бывших законодателей. По словам экс-сенатора Олихана Кайсарова, безудержная гонка тщеславия сказочно дорого обходится казахстанцам. Тут тебе и саммиты, и Экспо-2017, и Всемирный нефтяной конгресс, и много еще чего впереди. Ну имидж, понимаете, и потом говорить собственному народу, что вот мы какие великие, знаменитые. Бывший сотрудник МИД Казбек Бесибаев тоже не в восторге от новой затеи главы форен-офиса. Он уверен, что разумнее и правильнее сконцентрироваться на проблемах внутренних, а совбез ООН никуда не денется. Казахстану не следует увлекаться международными делами, а сосредоточиться именно на нашем регионе, на регионе Центральной Азии. Между тем, сенаторы по собственному признанию сгорают от стыда за то, в каких условиях приходится жить и работать на благо Родины казахстанским дипломатам за границей. Говорят, и офисы дипмиссии за народный счет надо бы новые построить, и пособия зарплаты повысить. Министр иностранных дел остался чрезвычайно доволен такой всемирной поддержкой и пониманием со стороны законодателей. Министр иностранных дел остался чрезвычайно доволен такой всемирной поддержкой.